Ребят, всем привет! С вами Олеся. Начинаем новый влог. Друзья, всем привет! Мы приехали на пляж. Панэ и Помодоро называется пляж. Привет тебя! Это пляж в городе Бари. Песочный бесплатный пляж. Сейчас мы с вами посмотрим, как он тут выглядит в этом году. О, поставили палатку в торговую точку. Раньше здесь был бар, он больше не работает. Это там сложная история, в общем. Так, идем с вами. Смотрите, сколько людей. Короче, классно все. Купаться можно, белый флаг, все. Расчудесно просто. Красота! Сейчас накупаемся, водичка теплая. Ой, смотрите, какая рыба. Это мусорная корзина. Раньше здесь стояли ящики, можно было сдать вещи свои. Сегодня нету ничего. Ну, зато есть главное. Зато есть главное. Песок. Песок, волнорез, спасатели и водичка. Ну что, пойдем искупнемся. Ребят, знаете, что мы искупались? И неожиданно вода сегодня холодная. Вода такая прохладная, как в мае. Ветер прохладный. Что очень даже странно, потому что вся Европа тут загибается от жары. Я смотрю, там во Франции какая-то невероятная жара. На юге Италии невероятная жара. Даже здесь в Апулии там писали из Таранта, что у них там прямо дышать невозможно. А у нас в Баре что-то классно вообще. Прохладный ветерок. Море похолодало. Что-то невероятное вообще. Смотрите, там ребята развернули сетки. Играют в волейбол. С собой принесли, прямо стойки. Принесли сетку и играют. Здорово. Так, что у них тут? Бочки стоят. Холодильник с мороженым. Фастфуд. Холодильник с мороженым. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я сейчас в центре города, в старом городе Бари, на площади Пьяца де Феррорези У меня сейчас будет встреча и пока есть буквально 15 минут Давайте немножко вам улицу поснимаю Я сегодня с камерой буду немножко фотографировать В последнее время все реже достаю эту камеру, потому что пока обхожусь айфоном Но я не знаю, есть ли у меня сейчас идея Приедет еще Вероника, тоже она фотографирует И мы думаем устроить такой инстаграмный фотодевичник в августе месяце Поэтому, девчонки, мальчишки, кому это актуально? Интересно? Пишите, вот, вообще думаю, сейчас актуально это будет Ну, многие доехать просто не могут до Бари и до Италии в существующих условиях Но если кто-то уже здесь, если актуально, то где-то на середину августа мы планируем кое-что устроить Смотрите, здесь такая площадь Зимой, когда Новый год, тут елочку нам ставят Здесь происходят разные концерты, мероприятия В общем, такое общественное место И там будет площадь пьяцы Меркантили Когда я гуляю по старому городу, я стараюсь всегда вот это место подснять Потому что мне оно очень нравится Ну, и чем оно еще интересно, что сразу, видите, вот высотное здание Там начинается уже более современная застройка Кстати, вот это типа наш местный небоскреб Если я не ошибаюсь, именно вот в этом здании был заложен первый камень Когда начинали расширять старый город Когда начинали строить вот эту вот французскую застройку Квартал Мюрат, как его называют Ну, итальянцы говорят местные, что это французский квартал Потому что он был заложен французами И Акимом Мюратом Поэтому и называется квартал Мюрат Здесь тоже видно стоит распрекрасный театр на воде Театр Маргерита Который раньше был театром А сейчас он больше используется как такое общественное здание Там выставки, мероприятия разные проводятся И сразу же за ним, видите, находится старый порт Крупных портов здесь в центре города два Ну, вот это вот старый порт с рыбацкими лодочками, с яхточками Такая бухточка Там и рыночек рыбацкий тоже Рыбный рыночек Ну, и здесь вот стена Которая ограждает старый город Видите, она такая вообще, как тусовочная прогулочная улица Здесь машинки ездят Ну, это все стена, ребят Это стена Вот такое вот место Раньше эта площадь называлась Оружейной Но позже ее переименовали в честь одного из торговцев по фамилии Феррарези Который владел несколькими зданиями на этой площади И вот эта вот стена Насколько я понимаю, она раньше шла туда Она окружала старый город, да Но ее часть стены разрушили в той области И вот туда и продлили пьяцу Феррарези Площадь эту продлили Здесь две такие галереи Одна из них бывший рыбный рынок И одна выставочная галерея И вот в этом здании есть центр для туристов Там можно зайти, спросить информацию Если вы тут потерялись, не знаете, что дальше делать Вам подскажут, все достопримечательности расскажут Там вот туристический центр в начале этого здания И еще на площади здесь есть церковь Видите, она выходит вот сюда фасадом Но, насколько я знаю, по-моему, она уже не используется как церковь Просто когда идешь по старому городу с той стороны То в помещении этой церкви я вижу, что там размещен такой зал камерной музыки Там происходят концерты иногда Это очень интересно на самом деле Вот туда можно попасть и поприсутствовать на концерте А еще на эту площадь привозят статую Статую и икону святого Николая Вот когда идет празднование Сан-Николы Помните, у меня есть несколько видео про праздник Сан-Николы Здесь в городе Барри, который происходит в начале мая И вот здесь вот тоже службу проводят Здесь такой постамент красивый ставят И проводят службу Приносят статую, приносят икону И здесь вот одна из важной части мероприятий Посвященных Дню Сан-Николы Так, это убирают Видите, едет машинка, которая моет тротуар Моет проезжую часть Так она выглядит Ну, в общем, это очень оживленное место Туристы его очень любят Местные его очень любят Молодежь тут тусуется Поэтому такое место довольно оживленное Вот там еще вот люди остановились Сейчас смотрят Видите, в той части Там находится часть Троянской дороги Такая, раскопки Вот здесь вот, видите, огорожена Вот эта Троянская дорога Я вижу как раз экскурсия Людям рассказывают про эту дорогу Не знаю, на каком языке Вообще, я видела сейчас За полчасика Видела очень много туристических групп Здесь проехала Одна группа приехала на самокатах На электрических Сейчас покажу Вот они приехали на самокатах Припарковали их здесь И дальше уже пошли в старый город пешком То есть, часть пути Они сделали на самокатах Может быть, они по этой проехали По ограждению По крепостной стене Сейчас подойду вам немножечко Эту раскопки эти покажу А, слышно, девушка рассказывает Экскурсию на английском Туристы англоговорящие Ну вот это древняя Часть древнего пути Здесь остыри и ресторанчики Кафешки Поэтому, если вы гуляете Можно здесь перекусить В тени отдохнуть Вот сейчас вышли немножко тучки Можно дышать Но очень жарко, ребят Сегодня 32 градуса Это, конечно, жесть 32-34 будет Вот когда тучки выходят Можно дышать А когда солнце палит Очень жарко Я вчера день провела на пляже Сейчас ставлю немножко Как мы были на пляже Хорошее очень место Единственный песочный пляж Ну, давайте я про него расскажу сейчас Крупных песочных пляжей В городе Барри два Один из них бесплатный Пана и Помодоро Я как раз вот вставила Видео в начале влога Как мы туда ездили Это было два дня назад А вот вчера мы были На пляже платном Он называется Лидо Сан-Франческо А Ла Рена И здесь уже Все немножко устроено по-другому Вот я вам немножко покажу Здесь есть, конечно же, лежаки Вот на бесплатном пляже Пана и Помодоро Вы просто на своем полотенце Располагаетесь Или приносите зонтик с собой Или там, не знаю Сиденье вы с собой принесете А вот на этом платном пляже Сан-Франческо Лидо Сан-Франческо Здесь, конечно же, есть и шезлонги Есть и зонтики Здесь есть ресторанчик Бар, где можно пообедать Кафе, где можно выпить кофе Есть душ Душ это отдельно нужно оплачивать По-моему, 50 центов Туалеты есть В общем, такое хорошее обустроенное место Здесь также есть анимация для детишек Розалия с огромным удовольствием Потом рисовала с этой анимацией И танцевали они там А еще здесь есть, по-моему, место Для спортивных занятий Есть огромное количество кабинок Которые можно арендовать Оставлять здесь свои вещи Если вы хотите сходить одноразово На этот пляж То вы покупаете Вход 15 евро В будний день Это будет Один зонтик Два лежака Если вы хотите Еще сиденье К этому взять Еще плюс 5 евро А если вы идете В выходной день То зонтики Два лежака Будет стоить 20 евро Можно, конечно, купить Абонемент С кабинкой Арендовать На весь сезон Или на месяц На сколько-то дней Там оставить Все свои вещи Чтобы не таскать Там детские игрушки Не знаю Надувные матрасы Что еще нужно Это, конечно, очень удобно Мне Лида Сан-Франческо Очень нравится Здесь Мне нравится Как тут все устроено Я езжу на этот пляж С огромным удовольствием Так, что мы сегодня взяли На обед Это Женина Кока-кола Она с пиццей будет Я взяла Вот такой салатик Развали Картошечка Сок Какой-то соус Еще дали И вот это Заправить салат Короче, приятного нам аппетита Это мое Да, все твое Не знаю Пять евро, по-моему, пока Чуть больше Это потому, что она из-за вас Ребята, вообще давно не делала таких влогов С новостями Спрашивали, что у вас там нынче С масками и с коронавирусом Про коронавирус рассказывают Что он опять растет Растет коронавирус, ребят По телевизору про это рассказывают Знакомые там некоторые болеют Поэтому видим Ну, сталкиваемся еще в жизни с ним Но QR-код больше никому не надо Никто про него нигде не вспоминает Может быть, только в больницах Ну, вот я когда сейчас делала обследование На прошлой неделе Была в наших поликлиниках Была в больницах И там никто у меня не спрашивал QR-кода Никому он не надо был В транспорте не спрашивают Везде заходим В общем, все Никто уже про него не спрашивает Про прививки никто не говорит уже Единственное, что осталось Требование с масками Нужно надевать маски В больнице, когда вы приходите И нужно надевать маски, когда вы едете в транспорте Требуется маска FFP2 И вот эта вот белая Но мне в ней трудно дышать Поэтому я на самом деле Беру с собой две маски Надеваю в транспорте вот эту вот Которая медицинская Но если ко мне кто-то подойдет и скажет А наденьте, пожалуйста, маску FFP2 Она у меня всегда с собой есть Запечатанная Я ее распечатаю и надену Но пока как бы никто ничего не говорит Я продолжаю ездить синий Мне просто очень тяжело дышать В эту жару я не смогу дышать В этой маске FFP2 Вот такие новости Поэтому у меня такое полное ощущение Что коронавирус закончился Ну вот, смотрите Туристы, люди, все работает Все мероприятия работают Дискотеки работают Как бы все вернулось уже к нормальной жизни Смотрите, вот тут вдоль стены Стоят остатки древних колон То есть если идти вдоль берега Да, вот по этому променаду То вы увидите вот эти колонны Я закончила фотографировать Мы гуляли по старому городу Классно там, ребята Но сегодня безумно жарко Сейчас направляюсь в сторону вокзала Смотрите, какая красота сегодня Погода супер Нам повезло, что были облака Как раз в это время, когда мы фотографировались Было немножко облачно Но сегодня, конечно, очень жарко Идем с вами по Корсу Витория Мануэля Видите, тут ресторанчики с одной стороны Здесь такая прогулочная улица с пальмами Дорога Здесь, получается, по этому Корсу Витория Мануэля Идет разделение старого города Это с этой стороны старый город у нас И квартал Мюрат с этой стороны Более современная застройка Видите, я уже рассказывала в каком-то из видео Что сейчас в Италии много очень реноваций И ремонтов и реконструкций фасадов происходит Потому что в этом году действует бонус 110 То есть вы можете делать какие-то ремонтные работы Не все виды работ подходят Но часть ремонта можно сделать И потом вы получите бонус 110% Он будет, этот бонус вам выдаваться в течение 10 лет В виде скидки на налоги Поэтому можно увидеть много зданий В которых ремонтируют фасады Ремонтируют фасады Вот такой влог у меня получился Я надеюсь, что вам было интересно Если это так, спас лайк Подписывайтесь на канал И увидимся в следующем видео Чао-чао А тут всем пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому